Привет, дорогие друзья! Сегодня я к вам с видео моих последних, очередных и последних покупок. Последних не в смысле, что последних, а крайних. Ну вот как сейчас говорят, не тех, что я... Не то, что я больше не буду ничего покупать, а те вещи, которые я купила, вот самые недавние мои покупки. Вот, недавние. Это вещи на распродаже купленные. Это вещи купленные не только на распродаже, но очень дешево. Практически одна вещь, по-моему. Ну, неважно. Короче, в основном это вещи купленные на распродаже в Заре, в Юникло и в нашем Винерсе. Винерс это магазин, такой же, как в Америке, магазин TG Maxx и Marshalls. И в Европе это TK Maxx, где много-много-много всякой одежды разной. И зачастую можно поймать очень хорошие вещи, очень симпатичные. Я там иногда снимаю, вы, может быть, видели и помните мои влоги оттуда. Вот, давайте будем смотреть. И я вам уже хочу сейчас показать небольшую кучку, которая тут у меня образовалась, которую я сложила. Вот такой натюрморт из вещей, которые я купила. Хочу сразу сказать, что там много шелка, много кашемира. И кто помнит блестящую юбочку из Зары, которую я примеряла, вот эту вот, которую я примеряла и которую я сомневалась покупать, не покупать. Я все-таки ее купила, причем еще за дешевле, чем я ее примеряла в магазине. Но я дождалась еще очередных скидок и вышла она мне совсем дешево. Но давайте все по порядку будем рассматривать. Ну что ж, начну я с самого красивого и самого неносибельного. Нет, это просто такая красивая вещь, что я не могла ее не купить. Это платье из Зары. Купила я его на распродаже. Оригинальная цена его была 199 долларов. Ну, то есть 200. А купила я его или за 25, или за 35. Я точно не помню ни суть, потому что это уже совершенно не важно. Платье сделано из чистейшего шелка. И вот оно длинное. Я, конечно, вам его примерю. И в нем сделана отделка из... Я, честно говоря, на веб-сайте, когда смотрела, я думала, что это вышивка. Но это вот такие вот прикрепленные стразики. Блестик переливается шикарно. Конечно, платье на выход. Конечно, платье нарядное. Не на каждый день. Что называется, платье нельзя оставить. Нельзя не купить. Оно не совсем... Я его гладила, но оно не совсем проглаженное. Я подозреваю, что, наверное, его нужно стирать в химчистке. Невозможно его стирать дома руками. Скорее всего, потому что это чистый шелк. Плюс вот эти вот блестки. Ну, господи, сколько раз я его надену. Ну, наверное, не заношу же его так, что надо будет уже его мыть, отмывать. Ну, в общем, потом померю, покажу вам все, расскажу подробно. Вторая вещь. Это вот такая вот прозрачная туника. Довольно длинная. Тоже сделана из чистейшего шелка. Я потом покажу вам, как и с чем я хочу ее носить. Она совершенно вот такая вот тончайшая, прекрасная. Легкая-прилегкая. Очень замечательно красивая. Такой, знаете, нейтральный цвет. Светлый кофе, шоколад, какао, вот что-то такое. Я знаю, с чем я ее буду носить. У меня миллион вариантов того, как я ее буду носить. Но покажу вам кое-что, потому что действительно кажется, что вот такая вот прозрачная. Она как платье длинное, она как бы прозрачная. Но есть очень много способов ее применять и носить ее. Этот цветорок из Юникло вы знаете. Я вам показывала его в своем влоге. Когда я Юникло примеряла на сейле вещи, коллаборации, коллаборации Марни Юникло. И это был кашемировый свитер. Их было несколько расцветок. Один из них я купила. Вот этой расцветки я купила. Причем я его купила онлайн на веб-сайте, когда они уже стоили, по-моему, 50 долларов. Примерно. Я точно не помню. Но, во всяком случае, когда я его примеряла в магазине, он стоил сотню. Ну, у меня как-то... мне как-то сломило меня. Я решила, что за 100 долларов я не буду. Потом я периодически отслеживала его на веб-сайте. И вот нашла, когда он уже стоил 50 долларов. И вот купила его. Тоже вам его, конечно же, примерю. Хотя вы видели его в моих примерках из Юникло. Но примерю еще раз с чем-то, что я собираюсь носить. Еще одно нарядное платье. Тоже из Зары. Бархатное. Очень безумно красивого цвета. Очень красивого фасона. Я вам его, конечно, тоже же примерю. Стоило оно 80 долларов. Я купила его тоже за 19. Что такое? Я уже не помню на каком-то этапе, когда у них цены уже были довольно низкие. Теперь я хочу вам сказать, что это размер экстра-лардж. Вот посмотрите. Я, конечно, Зару очень люблю. Но я очень на них обижена за их размеры. Ну, потому что... Слушайте, если это экстра-лардж... Вы видите ширину его, да? Ну, я тогда не знала вообще, что такое тогда смол и медиум. Я хочу сказать, что я, конечно, поправилась последние там несколько лет. Я на это, так сказать, грешу. И, в принципе, ну, как бы признаю это. Но у меня есть подруга, которая очень худенькая. Она прям стройная, стройная, пристроенная девушка. И она не поправилась ни грамма. И мы вместе ходим в шоппинг. В Зару в том числе. И раньше она в Заре покупала смол. А сейчас она покупает медиум и даже иногда лардж. Поэтому я как бы не отношу это только к моему, так сказать, прибавке моего веса. А к тому, что действительно в Заре стало все очень маленькое. Насколько я люблю Зару, вы знаете, ну, тут я должна признать, что у них, конечно, размеры совсем-совсем. Размеры сделаны так, что размеры у них реально вот нереальные, так скажем. Ну, потому что если это экстра-лардж, то я уж тогда не знаю. Вот такая кашемировая кофта с капюшоном. 100% кашемир на поясе. Тоже по мере вам покажу. Значит, купила я ее в нашем Винерсе. И я в одном из своих влогов, кстати, когда снимала из Винерса, я ее показывала. Я ее вытащила на вешалке, я ее потрогала. Я сказала, боже, какая красота, какая прелесть. Есть 100% кашемир, это видно, она такая приятная. И это бренд Тахари. Есть у нас такая компания. И она тогда стоила 100... Сейчас цена заклеена, по-моему, 130 долларов. Что, в принципе, для кашемира тоже не так уж и много. Потому что она такая вот большая, такая длинная кофта. Я купила ее на распродаже за 70, что для кашемира очень хорошо. И она висела в отделе белья. То есть она висела в отделе, где продавались всякие ночнушки, халаты для дома. Разные такие вот вещи для дома. И она предполагает такой вот домашний, такой как будто бы кашемировый халатик на поясе. Но кто это знает и где это написано, я вполне буду ее носить как верхнюю просто одежду, кашемировую кофту. Которая, в принципе, совершенно ничем не отличается от любого кашемирового свитера. Единственное, что у нее капюшон. И вот здесь вот спереди сделаны вот таких вот два кармана. Которые как бы вот выдают такую некоторую схожесть с домашним халатом. Но это, в принципе, особенно никто и не поймет. Вот. И еще одна покупка – это белые джинсы. Купила их тоже в нашем Винерсе. Там же, где и белый кардиган кашемировый. Но это джинсы Массима Дути. У нас очень часто в наших Винерсах продаются вещи из Зары, Массима Дути. Чинем, по-моему, иногда. Может, нет, я не помню. Но они стоят значительно дешевле, чем в самом Массима Дути. Вы знаете, какие безумные цены в Массима Дути. В Винерсе я купила их за 20 долларов всего лишь. Массима Дути, чтобы купить за 20 долларов. Ни на какой скидке, ни на какой распродаже вы не дождетесь таких цен. Вот такие интересные вот джинсы. Широкие внизу. Такие простроченные, отложенные вниз. Простроченные. Они не совсем белые. Они такого молочного цвета. И вот такие вот джинсы. Очень удачные, на мой взгляд. Последняя вещь. Мне все написали, Дита, вы должны купить эту юбку, когда я примеряла ее в Заре. Я тогда ее не купила, потому что я подумала, что она очень длинная. И она стоила, по-моему, тогда 30 долларов. И я подумала, куда я буду носить очередная вещь, которая будет висеть у меня в шкафу, которая мне не особенно нужна. 30 долларов. Как бы недорого, но тоже не валяется. И я, короче, ушла. Оставила ее в магазине. А потом я была в магазине еще раз. Через недели две, наверное, или больше даже. И вы знаете, что у них цены всегда опускаются. Каждую, по-моему, неделю или каждую неделю-две. У них есть маркдаун. То есть цены опускаются еще ниже. И, короче, тогда она была 29. Я купила ее за 12.99. То есть за 13 долларов. Мне она досталась. И хорошо, что я не купила ее за 29. Потому что, вот как видите, досталась мне она намного дешевле. И я сейчас вам ее примерю. И покажу, с чем и как я хочу ее носить. Ну и все остальные вещи тоже. Так, начиная с этих вот белых джинсов. Я знаю, что они не очень видны под этим свитером. Это у меня такой свитер старый. Ну, не старый, а не сейчас, не сегодня, не в этом году купленный. Он очень интересный. Он вроде бы как платье длинное. С другой стороны, здесь он разрезан. Что, в принципе, позволяет брюки или юбку, которую вы надеваете. Примеряю все с необычной, неожиданной обувью. Вот с такими золотыми носоножками на платформе, на каблуке. Это сейчас список моды. Я знаю, что сейчас как бы зима. И в ходу у нас ботинки и сапоги. Но все-таки решила отдать дань, идущей навстречу весне. И решила померить вот так, по летнему. Значит, сидят они эти джинсы очень неплохо. Они даже мне как-то свободноваты, в принципе. И вот так вот они сидят. Выглядят хорошо. Мне нравится их ширина, их длина, их размер. Я еще их примерю со свитером, наверное, кашемером, чтобы вам было лучше видно, как они сидят, как они выглядят. Потому что это немножко закрывает. Вообще, кстати, я забыла про этот свитер мой. Очень обрадовалась, что вспомнила про него и нашла. Сейчас я его примерю с юбкой, с пайетками. И вы видите, как красиво можно ее носить с какой-то такой вот зимней, такой каждодневной, ненарядной вещью. Смотрите, реально как классно. Как классно она выглядит. То есть вот таким вот свитером сверху, длинным, почти что платьем, я как бы, ну, немножко убираю вот этот градус пайеток и нарядности. То есть вот она видна с одной стороны. Вот здесь вот прям много ее с одного. А здесь как бы свитер, юбка, юбка немного торчит из-под платья. Свитер выглядит это не так сильно, прямо, знаете, как будто вот, что вы пришли на бал в юбке из пайеток. Вот свитер такой простой, вязкий, простого цвета базового. Он очень убирает вот этот градус нарядности. Но выглядит это классно, просто классно с этими высанушками, вообще бога. Просто блеск, шик блеск. Смотрите, с чем еще можно носить эту юбку. Ее можно носить вот с этой туникой шелковой. Сверху я надела топик под цвет юбки. И вот она так немножко проблескивает через шелк, через тонкую ткань. Вот так вот, видите, она немножко так блестит, переливается под ней. И вроде бы нарядная, и вроде бы не бросаются в глаза эти блестки. И вот тут внизу она немножко видна из-под юбки, но не сильно. Ой, из-под туники, простите, я заговорюсь. Но вроде бы не сильно. И как бы получается, что такой, в общем, и нарядный, и такое сверкание, но такое мерцающее сверкание. Не явное, не такое прямо уж во все глаза. А такое вот немножко, вот такая вот идея. Еще один туриат. Можно носить ее с брюками, с белыми джинсами. Вот такими вот, которые я сейчас надела из массива. Внизу у меня топик под цвет этой туники. И видите, как она... Вы вроде бы в джинсах, и вроде бы у вас все прикрыто. То есть мы же не идеальные все. У нас фигуры, у нас живот, у нас попа. И мы не очень хотим, чтобы это прямо так торчало и было видно. Начинаем думать, как это прикрыть, чем это прикрыть. Видите, надевая вот какую-то вот такую вот вещь прозрачную, вы вроде бы и все видно, а вроде бы вы и так немножечко прикрыты. Очень удобно. Я считаю, что это классная, очень удобная вещь. Я уже не говорю о том, что, например, на пляже ее нужно надевать на купальник, но я бы не стала. Мне просто жалко. Это стопроцентный шок. В нем, конечно, не жарко, но... Просто как-то жалко, честно говоря. На пляж возить ее в морской воде и в песке. Вот такая идея. Примеряю для вас кашемировый кардиганчик. Вот такой вот он милый и приятный. Тоже померила его с этими брюками, с этими джинсами. Он очень мягенький и такой приятный к телу. Я, ну, в общем, понимаю, в чем была их идея, как бы, что это такая домашняя одежда. Видите, у него капюшон. Ну, потому что это типа такого, знаете, зимнего халатика такого кашемирового, который вы можете надеть вечером дома, когда холодно. Но, честно говоря, накинуть так на ночнушку. Но, честно говоря, я собираюсь его носить как верхнюю одежду, совершенно не как домашнюю. Как-то даже жалко дома носить. Хотя стоил он для кашемирового вообще недорого. 70 долларов, я считаю, что это вообще не деньги. В наше время для кашемировой такой длинной кофты с поясом, с карманами. В общем, вот такая вот миленькая кофточка приятная. Показываю вам кашемировый свитер Ziniclo. Вот тоже примеряем с этими джинсами белыми. Видите, он хорошо так сидит. Он не очень узкий. Это размер Larch. Я не помню, сказала или нет. Честно говоря, я его купила и пожалела, что не купила второй. Там было двух цветов. Если вы видели мой вот этот влог из Ziniclo, был вот этот цвет и был такой оранжевый с черным, с коричневым. Я еще смеялась, что я как пчелка в нем. Ну да, полоски такие, как пчелины немножко. Но он настолько приятный и настолько вот хорошего размера. Он не очень маленький, не очень большой, не очень длинный. Вот с брюками, по-моему, очень хорошо. Да и с юбкой хорошо будет. Вот так вот он выглядит. Голый я сделала два раза. Закрутила, потому что оно очень высокое. Я не люблю, когда сильно вот так вот под подбородок. Мне не нравится. Поэтому я сделала его два раза, замотала. И вот такой вот он чистый кашемир. И, повторюсь, они стоили 49, 90, 50 долларов на тот момент, когда я уже его покупала. Хорошо, что я не подорвалась и не стала покупать его сразу, когда он еще стоил сотни. Всегда надо ждать. Никогда не надо торопиться с покупкой. Еще один вариант ношения этой туники я вам хочу показать. У меня вот очень много вот таких вот всяких ледних сарафанчиков, которые я не очень уже, так сказать, люблю носить. Потому что у меня не идеальные руки, не идеальные ноги, живот и все остальные части тела. Но надевшись сверху вот такую вот тунику, которая прикроет все, что вы хотите прикрыть, я думаю, что это отличный вариант ношения вот таких вот коротеньких каких-то сарафанчиков на шлеечках, которые вам не очень уже удобны и не очень комфортно надевать без ничего сверху. Смотрите, как прикольно. Внизу коротенький сарафанчик и любое платье комбинация. Вот если у вас не очень комфортная зона вашей руки или оно вас где-то облегает и обтягивает, и вам не хочется вот так вот ходить, чтобы все видели, что у вас тут оно слишком узкое. Вот вы надели сверху вот такую вот штуку, летящую, не жаркую, прекрасную, шелковую, и вы в абсолютном шоколаде. Можно надеть пояс, но вы знаете меня, я все ношу с поясами, надо и не надо. И вообще тогда вы будете еще и довольно такая элегантная, да, в принципе, эту тунику можно носить как платье. Вы можете любую вниз надеть, какое-то нижнее платье, любую какую-то комбинашку или длинную, короткую, то, что вы хотите и то, что вам нравится. И вы уже вот совершенно в таком, в общем-то, элегантном, красивом наряде. Главное, чтобы не жарко, потому что это шелок. Да-да, платье экстраларч. Вы знаете, что вот здесь оно мне в принципе, ну как бы, немножко великовато, но вот здесь в бедрах оно мне точно-точно. Оно сделано вот тут вот у него какие-то такие, как будто бы защипы. Вот такое оно длинное. Оно не очень длинное, то есть, в принципе, его вполне можно носить как такое нарядное платье, но не слишком вечернее. Я тоже его решила носить с поясом. Вот как-то так, надевши его немножко под грудь, не на талию, а вот так вот повыше, потому что оно здесь отрезано под грудью. И вот если вы наденете вот тут вот под грудь такой вот какой-то пояс красивый, у меня есть масса красивых поясов. Есть такие, знаете, под старину, под 20-е годы, такие вышитые бисером пояса, очень красивые, которые будут очень красиво смотреться. Но у меня золотые пусанушки, поэтому я с таким вот золотым поясом примеряю. Вот такое вот симпатичное нарядное платье. Кстати, я вам забыла рассказать, раз я тут уже в барху, так я уже, наверное, буду и в духах. Я купила еще в Заре на распродаже в этот раз духи. Сделаны они вот в такой вот обычный совершенно, вот такой вот флакончик. Я не помню, как они называются. Reflecting Celebration. В общем, что-то такое название, ни о чем мне не говорит. Но что меня купило, потому что они, духи для Зара делает компания Jo Malone, который довольно известный и считается довольно дорогой, хорошим брендом для духов. Так, написано, что это как будто бы this is a sparkling nightclub vibe. То есть, такое духи для ночного клуба. Коктейли, блестки, в общем, отражение света и всякая вот такая вот фигня. Сколько здесь миллилитров? Значит, написано, что это парфюм. 3.4, 100 миллилитров, вот. Я не знаю, как оно называется. Здесь столько всего написано. Но сделаны они компанией Jo Malone. Я не могу сказать, нравятся они мне очень или нет. Мне они немножко напоминают мужской одеколон. Я не могу сказать, что они в большом восторге. Но я вообще не очень большой ценитель духов и пониматель. У меня есть духи, которыми я пользуюсь с 90... С 90 какого-то года, я не помню. Одни и те же духи, я никогда их не меняю. Тут я решила попробовать, мне стало интересно. Я вот заказала их. Они стоили, по-моему, 30 долларов. Большой вот такой флакон. Ну, я попробовала к ним принюхаться. Меня купило, что это Jo Malone. Поэтому я... Вот я их нюхаю сейчас вокруг меня. Напоминает мужской одеколон, если честно. Я не знаю. Ну, так. Вот как-то так. И да, платье на красную дорожку. Придется искать способ попасть на красную дорожку. Вот на какую-нибудь. Ну, я преувеличиваю. Ничего у него такого нет. Оно, конечно, нарядное. Видите, вот за счет вот этих вот всех аппликаций. Но у него прямо уже не на красную дорожку. Ничего такого уже прямо в нем супер-супер-пупер нарядного нет. Немножко у него там спина открыта. Немножко здесь слишком большой вырез. Но это можно вот так вот подхватить ниточкой. И все. И у вас ничего не будет видно. Вот такое вот платье. Вот с такими вот обалденными красивыми рукавами и аппликациями. Вот здесь можно немножечко это прихватить. Я, наверное, буду это держать. Потому что YouTube, как увидит, сразу решит, что я не для того снимаю. Ну, вот такое вот платье. Шикарное, красивое, шикардосное. Сзади оно завязывается на бант, вот эту вот гору. Шелк, стопроцентный, чистый шелк. Ну вот, друзья мои, такие у нас были примерки. Покупки сегодня я вам показывала. Реально утомилась, вспотела, разлохматилась. Сейчас буду все это убирать, развешивать, навешалки по шкафам. А на сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Очень буду благодарна за лайки и подписку, если вы еще не подписаны. А с вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok